Я смотрю, вы уже в нескольких беседах эту тему понимаете про каноны и о том, как соотносится быть православным и выполнение канонов всех. Последняя беседа вашего смотрела с Николаем, по-моему, да зовут парня? Дмитрий. Дмитрий, да, Дмитрий. Вот. Что хотел бы сказать? Если взять по Библии, можно взять еще Ветхий Завет. Ведь Ветхом Завете тоже есть каноны, то есть сам Господь дал каноны. Ну и сказано, и правильно сказал Дмитрий, что и Моисей, как вроде Господь давал, и в то же время и Моисей давал от себя определенные каноны. И там интересно сказано, что, например, про обрезание, что это закон вечный и так далее. Вот так, серьезно очень. Но вот если так задуматься, да, кто отменил эти каноны? То есть вот мы читаем же Библию, они есть как бы, мы их прочитываем. Но мы видим, что церковь, она имеет власть, вот первый апостольский собор, они сказали, что вот для язычников достаточно вот трех условий, воздерживаться от плода, крови и удавления. Да, то есть вот условно говоря, все то, что Господь горел, вот Богу-удухновенные каноны, они сказали, вот пока что достаточно этого. Вот, то есть что я могу из этого видеть, да, и сказать, что церковь, видите, имеет такую власть, что она может отменять некие каноны, которые дает нам Писание священное, даже, да, то есть церковь, можно сказать, как организм, понятно, что он развивается, он может меньше, становиться больше, ну как бы, вот первых времен растет, и каноны, они как правильно, вот сейчас представлю вам отца Алексея, мы вместе просто служим, вместе учились, вместе обсуждаем, да, вместе эти проблемы обсуждаем. Вот, и что еще хотел бы сказать, что, смотрите, вот весь канон, и мы говорим, там каноны, каноны, а какие каноны, вот я так задумываюсь, какие мы каноны не исполняем? Вот можно ли мы сказать, что каноны Василия Великого, они, там, нам не нужны? Нет, они как бы дают ориентиры, вот как, тем более, канон Василия Великого, например, они, там, именно IP-тимент, то есть, в принципе, обычный человек их знать особо не должен. То есть, они, они появляются тогда, когда вот, если человек какой-то, не называйся, какой-то человек, дочка, какой-то человек согрешит. То есть, тогда, ну, священник, это должен знать священник, а не обычный человек. То есть, вот, у нас был вопрос, ну вы как-то задавали, что, значит, в Ветхом Завете было много заповедей, все их должны были знать, а сейчас, вроде бы, еще больше у нас оказывается канонов, чем было в Ветхом Завете. Но, как бы, это не то, что должны все знать, там, то, что должны все знать, там, их немного. Это, в основном, каноны, они, в основном, для священников, да, как IP-тимину накладывают. Ну, конечно, есть каноны такие, там, сколько, например, раз нужно причащаться, там, апостольские правила говорят каждое воскресенье. Волитве с иеретиками, с распорниками тоже. В принципе, каноны-то все должны знать. То, что касается епитемий, да, это больше к священнику. И то здесь важно отметить, что, например, в книгу правил не входит такой свод, как правило Яна Постника, да, то есть то руководство, которое до сих пор актуально в Греции, например, в Румынии, насколько я знаю, до сих пор руководствуется этим епитемийником. Хотя в то время Яна Постника ругали за то, что он, дескать, вот эту планку снизил, да, то есть, допустим, Василий Мелитий говорит, вот, там, 7 лет отлучает от причастия, от общения с общиной, а Ян Постник снизил, там, до двух, где-то даже до года. Причем он просто говорит, а мы такого обычно не имеем, мы таких вот, ну, год-два держим, да. Более того, здесь есть еще такой, конечно, момент, очень тонкий. Многие правила, они требуют расшифровки, скажем так, да. И напрямую сложно было бы руководствоваться. Это, конечно, не говорит о том, что мы должны отменить что-то, но, вот, в какой-то момент рассудительности иметь. Смотрите, есть такая практика интересная, царь Склёп Илья об этом говорит. Ну, допустим, там, вот, ну, там, прелюбодеяние, допустим, да, женщина. Про аборт. А, аборт? Про аборт, да. Ну, допустим, да, там, вот. 10 лет. По-хорошему, да, надо было бы на 10 лет ее отлучить. Но духовник спрашивает, готовы ли ты поститься, там, среду, пятницу и дополнительно понедельник? Готово. Хорошо. Вот ты два года убираешь. Готово ли ты там каждый день, допустим, там, по 50 поклонов класть? Готово. Готово ли ты там, ну, еще что-то, да, допустим, там, псалтырь, там, Евангелие читать, там, не знаю, еще что-то такое вот. И в итоге вот это отлучение от причастия ты доводишь, ну, до одного-двух лет, скажем так, да. То есть вот такой момент есть в духовнической практике. Вот. Понятно, что если человек уже там много лет причащается, в храм ходит прихожанин, там, он испояется регулярно. Это одна ситуация. Если человек пришел первый, второй раз с улицы просто, да, он не сможет это вместить, понести. Здесь уже получается, приходится говорить об экономии, да. То есть, конечно, не обязательно сразу до причастия допускать, но, тем не менее, постепенно в церковное общение этого человека следует вводить, иначе его можно будет просто потерять. Если сразу такую планку поднять, вот ты вот такой грех совершил, и все, и давай там пять лет. А вы какой практикой пользуетесь у вас, как на приходе работает канон? Ну, к сожалению, в силу того, что приход – это приход, да, то есть вот, как сказал один, сколько попиков, столько и типиков, да. То есть здесь каждый священник определяет, ну, некую свою меру. Конечно, у нас есть общий какой-то знаменатель, ну, то, что касается каких-то, ну, там, сожительства будного, да, что все-таки таких людей до причастия недопустимо допускают. И этого правила стараются держаться все священники. Хотя и здесь бывают разные сложные ситуации, да. Ну, в основном руководствуется каждой своей пасторской совестью, опытом, скажем так, это, конечно, громко позвучит, советом с духовником. Если человек, как бы, вот, серьезно верующий согрешил… Прихожанин, настоящий, полновесный. Настоящий, который, там, ходил, ходил долго в крам, там, беседовал, споялся, и тут он падает… Да. К нему можно строго… Конечно, да. А кривее. Да. Если приходит человек, действительно, первый раз… Он даже не осознает глубину этого греха. Я обычно так говорю, что… Понимает, что это не так. Давайте мы посмотрим на истину с вашего раскаяния. То есть, если вы серьезно покаялись, значит, вы не будете возвращаться. Ну, вот, апостольские постановления об этом говорят, они говорят, что так перед крещением надо человеку испытывать, чтобы смотреть. Если он оставил свои грехи, тогда его крестить. Ну, вот, также я предлагаю, давайте, например, там… Попробуй пожить христианином по-настоящему, да. Давайте приходить на исповедь, исповедаться. Пока причащаться не надо. Если там, ну, пару месяцев, все нормально у вас так будет? В таком режиме, там, молиться понятно, там, поклоны какие-то дают. Если все нормально будет, тогда давайте как-то уже будем говорить там о причастии. Знаете, еще важный момент нужно донести, как сказать, одни и те же слова, да. Кому-то нужна строгость, а кому-то кто-то строгость вместить не может, да. И ему нужно просто объяснить, что вы понимаете, как сказать, да, мы все грешники, да, вот Господь пришел ради кающих всех грешников, ваше покаяние цена. Но причаться нам покажет еще рановато, да. То есть нужно еще приложить некоторые усилия, да. То есть вот, ну, вот, как бы таким образом человека, ну, уже как-то стараться вести, скажем так. Вот вы спрашивали тоже, почему, да, к одному священному сложно к еписку. Приходит, что он, значит, одно, один, те, говорит, там, столько-то лет, другому столько-то, в общем, что нет однообразия. Но ведь к врачу тоже к одному придешь. Вроде вот все врачи одинаково учатся, вот все сидят, им один лектор читает. Значит, вот, а такой-то болезнь нужно это и это применить. Но к одному приходишь, он тебе говорит, вот это попробуем лекарство, к другому говоришь, а давайте, вот у меня опыт, давайте вот это попробуем. Вот священник, он тут, конечно, Бог врач, но в том числе, мы у святых отцов находим, что каждый священник, он должен вот подходить как врач. Кстати, интересно, у Иоанна Слатоуста, я искал вот фразовый эпитемик и так далее, он говорит, что вот точно, как бы тогда священники всегда одинаково накладывают всем, он говорит, мы многих потеряли из-за того, что… Метровых людей нет. То есть, вот смотрите, да, здесь можно провести такую аналогию, прости очень, пробивая, с древнерусской мерой длины, да, вот говорят, что храм Василия Блаженного, он был построен как гармонично, то есть использовали, ну, допустим, меры длины локоть, да, вот локоть он разнится. У кого-то он там, такой локоть, у кого-то меньше, у кого-то больше, но тем не менее он имеет границы некие, скажем, да, то есть, и каждый предел был построен, то есть, один предел там такой локоть, другой такой, да, тело гармоничное и получилась такая вот красота, да, то есть также и здесь метровых людей нет, да, метр это такая всё-таки искусственная мера, да, длины, то есть также и здесь, где-то нужна, конечно, окривие, жёсткое исполнение, где-то нужно отступление ради большего блага. Сейчас вспомните. то что о чем вы говорите как бы тут с чем-то можно и вам можно возражать и как бы сам посыл разговора я хотел бы понять я просто увидел что у вас какой-то то есть такой я увидел вектор что вы говорите мы православные но канонов мы не можем исполнить вообще их никто не исполняет значит мы уже не православной церкви и вообще границы или церкви православия на кого я увидел что у вас такой вектор идет вы пытаетесь его двое на тихонычу пытались показать ну что может быть церковь это не только православие это вообще все верующие потому что и баптисты очень верят почти так как мы если и мы и они канонов не исполняют значит в общем какая разница и мы и они в церкви правильно я понял или не очень нет маленько как бы там и так и не так вопрос сложный вот я должен сразу сказать что у меня до конца ответа нет вот мы много об этом говорим и ищем выход из этой сложившейся ситуации то о чем вот сейчас вот с батюшкой алексеем говорили однозначно правильно для людей верующих для тех которые вошли в церковь правильно и тогда конечно каждому меру нужно подходить и как бы смотреть эпидемия раньше заканчивается позже то есть если вот как бы по православному считать то однозначно так и должно быть но церковь вошел бардак и сейчас в церкви нет верных людей в той мере сколько там должно быть там наверное и раньше было бы так я думаю что ну во всяком случае в первой церкви можно предположить что вот так было во первых когда гонение было туда людей случайных как-то не заносило да под страхом смерти вряд ли кто-то пойдет случайный человек туда значит вход туда был совсем другой вот то есть сначала уверование потом оглашение потом кричит покаяние потом крещение а потом церковь и потом такой человек ну как будто мы идеализирую предполагаем что в принципе оно должно было бы и сейчас по такому ходу люди должны входить в церковь и тогда если такие люди составляют церковь безусловно то о чем вы говорили только так и надо действовать было бы вот но так как ситуация совсем другая сейчас у нас церкви тех кто зашел туда как должно наоборот меньшинство а остальных там как раз большинство и получается что вы сейчас подстраиваетесь под тех людей которые по сути они верующими то их назвать нельзя и сейчас все выстроены в церкви так как будто главное внимание неверующим неверным людям и соответственно как только перекосилась главная составляющая вот входа в церковь соответственно сразу все перекашивается вы это знаете вы никогда ничего там ничего не найдем мы правы никогда потому что все криво идет начнешь здесь поправлять она раз другой стороне кривизна вылезает и поэтому я для себя понял например что это безнадежная ситуация безнадежная вот ну дальше а что делать я честно говоря не очень понимаю почему она безнадежная не знаю не совсем славяне как варвары приходили они что как надо приходить мне кажется здесь знаете вот еще вот простите да что придеваю секунду сейчас боишься надо нужно закончить это пусть александр доска что я потом дополню хорошо о нем скажу немного к сожалению как было в нашей церкви это не есть показатель правильности то что искажение пошли давным-давно это давно известно и к чему мы пришли вот именно пришли потому что вход в церковь он был не такой как должен быть по по идее наши вот и все вот я наполню александр как раз практическим путем хочет но я не знаю какое время может быть вот может быть два на своем приходе как раз он добиться того о чем мы сейчас говорите и он оказался просто гонимом его со стороны священства со стороны прихожан его не воспринимают просто с него предложение и вы эти и исполнению канонов и заповедей которых вы сейчас говорите вот так сильно и легко проверять и просто понимаете это вот все равно чтобы врачу придешь и скажешь на съел ты за прочитал медицинскую книгу можно вам скажу как надо вот вы неправильно лечить понимаете любой врач скажет ну становись на моё место или часа да то есть как бы ну как таскать если вы считаете что нужно по-другому нужно становиться священником да то есть сказать священником что ты неправильно народ учишь или неправильно лечишь его от его грехов ну как бы не священник будет отвечать то здесь все-таки понятие духовника понятно что какие там духовники часто громкое понятие но тем не менее все таки оно должно быть актуально жизни кадров каждого до верующего то есть это понятие духовника понять что есть разные приходы безусловно и в частности я там могу судить по своему приходу в первую очередь я служу но плюс какие-то знакомые приходы да как ты делимся мы общаемся скажем так не знаю мне кажется здесь во первых если мы возьмем даже ранее христианские времена да вот например вот протестантов возьмем они говорят вот мы там строим по образу общин первого века и так далее но мы откроем без исключения любое апостольское послание или соборное и мы увидим что да там не только скажем так хвалю вас братья но и о несмысленной галаты да и так далее то есть проблем хватало и в то время наверное здесь еще аспект какой как мне кажется есть общины например ну грубо говоря 20 человек да и все и здесь легко выстроить вот такой приход как бы вы знаете а есть спальный район то есть честно сказать ты даже этот человек он к тебе вроде приходит потом бах пропал все где он что да конечно там если ты с ним общался там молился зме какая-то связь есть его проведаешь навещаешь звонишь про что-то что как случилось но в принципе скажем так спальный район это ну особое что ли место скажем тогда здесь конечно нужно очень большая рассудить не знаю мне кажется какого-то бардака нет просто в церкви каноны всегда имели силу да но границы канона это акривия и экономия если говорить об общей тенденции мне кажется наоборот стал как-то порядок наводиться обязательно беседы огласительные да то есть вот у нас например на приходе не покрестит и не получают а бы кого то есть обязательно две беседы более того третья беседа со священником исповедального сегодня такая беседа была да то есть как бы остальное это в рамках духовника до священник какой бы он ни был легкомысленных нелегкомысленный да если он взялся за это да то есть господь его рукоположил привел к этому служению он будет отвечать за все я не знаю как у вас но судя по тому сколькими людьми мы не говорили хоть это будет наш ульяновская область хоть барнаул хоть воронеж ситуация такой очень как будто под копирку она во всех наших православных церквях одинаково если посмотреть на состояние прихожан то вот то о чем вы говорите что надо по разным подходить но сейчас там слишком категорично не надо бы наверно так подходить как первоапостольской церкви ну можно не подходить а можно подходить надо посмотреть есть ли допустим плоды от такой экономии который вот сложилась в нашей церкви тогда можно сказать слушай ну действительно много верных значит это все правильно делаем но если вы посмотрите верных в церкви единицы по моему пониманию вот и по видению то что происходит вокруг и рассуждением всем я считаю что вина такого бедственного положения с точки зрения верных людей не прихожан количество захожан а именно верных людей которые не потом будут сбрасывать священников с колокольня да вот ведь православные сбрасывали по большому счету потом семнадцатом году я думаю что у нас будет точно такая же считаться мне почему-то аналогия такая приходит что вот наши же прихожане будут разделываться с батюшками с верными христианами именно наши прихожане никакие безбожники и поэтому вот по плодам познается дерево вот плод экономии которые о которой вы сегодня говорили он скудный совсем в чем она конкретно проявляется экономия на ваших приходах ну посмотрите сколько людей вообще интересуются приходской жизнью состоянием церкви дел которые там людьми это первое кто интересуется знанием священного писания какое процентное отношение всех входящих в храм сколько человек приходят в субботу на исповедь и вечером и утром воскресенье на службу из всех ваших прихожан и вы увидите что таких прихожан то немного совсем буквально по пальцам пересчесть вот а все остальное это так только те кто деньги приносит утайли в них ценности вот предложение какие-то вы видите предложение вот хорошо я вижу так что по большому счету батюшка игнать технич вам об этом говорил ну может быть не вам я не помню вашей беседе конечно конечно вы то все думаете что надо увеличивать количество прихожан а я здесь разделяю взгляд игнатия тихоныча нам количество как бы нет смысла нагонять зачем мы же не соцсоревнования находимся нужны верные уверовавшие опять оглашение то что вы радуетесь там сейчас беседу ну это формализм и смех батюшка не я так не сказала что вы конечно большой процент отсеивается да то есть это люди которые ну действительно или живут в грехе или не имеют веры христианской и такой процент отсеивается да но как раз вот те кто настоящему но это бесценно не становится членами нашего прихода вот не знаю у нас в округе много храмов таких знаете что не на бумаге то есть евангельские кружки то есть ну такая вне храмовая какая-то работа с каком-то да и ниссия в то же время москва по другому москва наверное по другому да знаю может быть чем-то отличается конечно вот но опять же знаете вот то что вы проводите там ну две ну три даже беседы ну что можно за три беседы вообще да дать человеку вы по большому счету ну минимум какой-то который а которым вообще с этим человеком ни о каком крещении речь вести нельзя и опять чекуально здесь все индивидуально кому-то и три беседы нужно их тоже проводим можно было беседы как раз дмитрий вот участвовал пытался баронежской области вселепых ну там тоже немало народу и вот ему как раз он пятихизатором таким было проводил он несколько часов причем он сидеть и участник этого дела что плодов она совершенно не дала он проводил эти часы как проводить да есть просто искали знаний священ есть формализм да то есть вот есть повеление допустим допустим вот сверху эти беседы да ну там какие-то храмы кит настоятели дает мы можем встретиться не чисто формально это правило выполняет а вот у нас были прослушали все свободны до понимать это мне кажется ну не то просто проблем приходит приставить вот поставьте на место освещения как раз вот смотрите вам приходит мы хотим крестить ребенка вы что скажете я бы вверх я делал то же против крещения детей нет ну так ну оригин говорит мы от апостолов приняли крестить детей от апостолов ну вот знаете вот все равно опять по плодам давайте посмотрим сейчас положение дела нашей церкви от чего такое ну почему в нашей церкви православные которые не являются православными вот потому что это люди которые крещеные в основном в детстве они по факту крещения не православные они по каким другим параметрам они не соответствуют православию это наследие советского периода ну и все иудеи были обрезаны в детстве это помешало им становиться апостолами это другая тема целесообразность детского крещения здесь нет это она кстати сообразно приусловно строго покануна мы должны крестить как родителей конечно да кирилл при условии что они будут воспитываться в христианской семье там и так далее а если конечно этого не будет какой смысл крести никто нет агентский собор говорит что детей есть заразного ребенка в детстве укусила собака бешеный мы что ждать будем до возраста решит ли он себе колоть там эти лекарства от бешенства или нет сможешь понимать что в детстве надо у кого чтобы не развилась болезнь то же самое закванска она есть детство от греха и влияние станы самого детства есть человек верующий в семье растет конечно проблемы нет чтобы он усыновился богу в этом и основу в этом как раз и есть заключается суть суть и суть канона и крещение ребенка конечно можно если семья это верующие ну естественно спой самая как и подходит понять приходит человек ну конечно понять нужно стать верующим человеком я верующим конечно как то там причастие до искать встречаются как сейчас могут вот как как игнать тихона чё так пару раз в год ну вроде да там 4 раз вы видите 4 раза там посты и так далее хорошо и что-то что скажешь против как саш нет ты не верующий то есть понятие не верующий батюшка но это же элементарно евангелие спросите мы смотрите как говорим мы говорим что так вот первая беседа прошли его смотрите вы на вторую беседу приходит тогда когда вы все иван все четыре евангелия прочтете да когда вы понимаете евангелия как иначе значит причащихся человек но вот у нас я про человек еще раз приходит так на вторую беседу между двумя беседами может быть там не знают одного дня один человек за ночью евангелие прочитал да там не знаю пока человек не созреет может быть год пройдет здесь как пожалуйста он приходит у него спрашивает конечно евангелие нам тяжеловато вот когда два батюшки тут тогда вообще вы это может быть эта проблема прихода просто я побоялся за всю церковь прямо говорить что так вот все понимаете во все времена церкви свои были сложности скажем так да то есть враг он всегда его острие направлен на церковь потому что без церкви не спастись в церкви это единственное место где человек может да войти вступить в благообщение вот поэтому свои сложности они всегда были батюшки знаете вот что я сразу должен был сначала сказать вам вот сейчас я с вами разговариваю как православный человек да вот у меня есть некоторые другие взгляды сейчас но вот с точки зрения сами разговаривали как бы вот полгода назад такой я и был полгода наверное да полгода где-то я вот с вами сейчас разговариваю именно и аргументацию привожу именно как тот человек я сейчас другой человек батюшка петр то он об этом мне и говорит, что что-то вы, что-то тут у вас и баптисты, и там, вот, это мы чуть во второй половине беседы, я думаю, к этому подойдем, но, знаете, я вот хотел бы, как бы, досказать вот относительно вот положения дела, как человек православный, я с вами говорил бы. Понимаете, вот, все вот эти ссылки на время, я знаю, что вы, в принципе, ничего не сделаете, как священники, у вас нет власти, вы не можете ничего сделать, вы вообще, ну, должны, но вас тут же выгонят, у вас как будто, вы, знаете, как будто вы из какого-то другого мира, у вас рассуждения, вот, на мой взгляд, они как-то не совсем верующих людей, я потом задаюсь вопросом, думаю, как же так, вот, неужели все неверующие, я, что ли, там, один неверующий, ну, вот Сергей со мной тут еще такой же, вот, близкий по духу мне, у вас какая-то своя вера, она во Христа вера, ну, она какая-то вся на компромиссах выстроенная, вот, и поэтому, знаете, мы даже, как бы, не сможем прийти к какому-то знаменателю, потому что у нас, как бы, разные шкалы, вот, оценок всего, то, что происходит, и как ходить в церковь, как принимать тех, кто уже там есть, и поэтому я, как бы, знаете, вот, не вижу, что можно даже к этому прийти, к взайму, к какому-то такому решению, но мы не придем, потому что, я говорю, не в наших силах, вот, дальше я так уж скажу, Сергей, вот, о чем он сказал в моем приходе, допустим, куда я хожу, в чем там ситуация, вот, вы говорите, там, ну, надо священникам спать, нет, я священником, как бы, даже если бы так, вот, все бы позволяло мне быть, я не пойду, это, это, это я должен быть только лицемером, я там не выживу в этой системе, это невозможно, то есть, по моему устроению, это невозможно, в принципе, вот, а, сейчас, сейчас я расскажу, но я не пассивный человек, то есть, в своем приходе я максимально старался жить так, чтобы жизнь и с моей помощью налаживалась, там, у нас был священник, тот, при котором я пришел, вот, в наш приход, и он, в принципе, он, ну, он такой, в общем-то, человек, как раз, вот, который за общинную жизнь был, ну, такой вот, на мой взгляд, это, хоть и он в раскол в итоге ушел, ну, ушел он в раскол не от того, что он по взглядам ушел от, там, с епископом они мне поделили, что называется, там, ситуацию, вот, но он старался, я видел, что с ним можно организовать работу, он как-то старался, чтобы людей объединять в приходе, чтобы мы как-то были озабочены совместными делами какими-то, то есть, я видел смысл, и я поэтому, ну, все материальные средства, которые у меня есть, как бы, вкладывал туда, чтобы там построить все, что нужно нам, ну, мы построили, и приходской центр мы создали, ну, все там, в общем, сделали, и храм в порядок привели, и вот это началась ситуация, когда нам нового епископа поставили, вот, и у них, значит, там не сложились отношения, и в итоге его сослали в деревню сначала, и потом, в общем, все закончилось тем, что он ушел вообще, и поставили человека, священника, который от епископа, этот человек, никакой общины ему не надо, то, что мы построили, туалеты там, все по закрытой стоят, новые туалеты, для мужчин, для женщин сделаны, ходят на улице, будка стоит, туда людей в нормале не пускает, то есть, он никого не слушает, то есть, сколько к нему там я не подходил, давайте собрание соберем, ему не надо, он нас собирает, когда деньги ему нужны, вот он недавно нас собирал, и то есть, всегда собирается только тогда, когда что-то надо, а когда людям что-то как-то организовать, как-то нас все-таки к христианству вести, этого нет, и поэтому никакие попытки, они как бы не уменьшались, люди с успехом, но я потом думал, что по той жизни, вот с тем, со священником, я думал, у нас народ как-то, на самом деле, сам хочет этого, а 10 человек у нас ушли из прихода вместе с тем священником, а те, кто остались, полтора человека заинтересованность какую-то проявляют, для того, чтобы как-то организоваться нам внутри прихода, а остальным совершенно все равно, я понял, что проблемы не столько даже в священниках, а в этих людях, которым тоже ничего не нужно, и в итоге там консенсус, батюшке удобно так, а народу тоже как бы неплохо, пришли на службу, ну, во-первых, никто не спрашивает там у нас, ходишь ты, не ходишь в субботу, там в воскресенье на службе ты, сколько ты появляешься, там вообще никто этим не занимается, а где вообще кто-то за этим следит, я не знаю, у вас может быть, и все, понимаете, вот такая какая-то формальная христианская жизнь, ничего там нет. Я думаю, здесь просто горький опыт вашего прихода конкретно, конечно, такие есть приходы, наверное, у нас где-то есть, ну, не знаю, понимаете, здесь, вот, как сказать, опасность, да, вот сейчас вот говорят все экуменизм, ересь, католики, еретики и так далее, да, но при этом забывают про другую крайность, да, отцы, святые отцы сопоставляли такие понятия, как ересь и раскол, они ставили знак равенства, да, то есть в этом отношении, конечно, быть ревнителем, это, ну, как бы более, как сильнее, что ли, как это вот сказать, раскол справа, он всегда труднее врачу, да, скажем так, да, вот, например, тот же Епифаний Федорополус, да, вот книга, повторюсь, замечательная, очень советую к прочтению, реально расширить кругозор, при этом она книга реально апопедическая такая, да, то есть вот он о церкви пишет, и вот он, увещевая братьев зелотов, старостильников, говоря о самом старом стиле, календарной проблеме, скажем так, он как раз и поднимает вот эту проблему, что в силу того, что расколы прочуются гораздо сложнее, чем какой-то, ну, вереси, да, скажем так, здесь вот церковь, она проявляет какую-то экономию, ну, например, тот же Афон, да, за исключением одного монастыря, они поминают патриарха Варфоломея, я известно, да, он там с папой служит и так далее, да, почему, что монахи в прелести, нет, конечно, но они терпят это по экономии, потому что в противном случае будет куча расколов, вот, можно ли я скажу? Да, простите, ты простите. хотел бы сказать, просто, я понимаю вашу позицию, то есть она, как бы, очень такая простая, четкая. Ну, это горечь, не, как бы, лишней горечи. Чего тебе думать? Вот те каноны, бери, выполняй, вот так тебе, петь имя, вот так и назначай, нечего там от себя вымышлять, ты не умнее святых отцов и так далее, да, это самая, как бы, простая позиция. Почему? Ну, действительно, думать из-за бы ничего не надо. Но если возьмем мы Деяния Апоссовские, вот, первый век, и там же такая же ситуация была. Что говорили Павловы? Чего тебе думать? Надо сказано обрезаться, значит, всем надо обрезаться. Чего ты придумаешь? Сказано к язычникам не заходить. То есть, смотрите, вот если мы так посмотрим на книгу Деяния Апоссовских, это просто книга компромиссов. Тут один компромисс, там, он с язычниками, ну, как в ревнице, говорят. в риапаге. Да, то есть вообще его бы обновленцем признали, что ты отступник веры, Павел. Христа просто назвал там человеком от единой крови. То есть мы видим, вот, Павел, Петр даже идут, ну, вообще церковь идет на компромиссы. Христос, да, там, в субботу идут, они едят хлеб. Да, и какой аргумент у Христа? Ну, вот, Давид-то нарушил каноны, зашел и кушал хлеб. То есть, вот, можно сказать, что, ну, в Библии, в Новом Завете особенно, мы встречаем, все такое удивительное, нарушение всех канонов Ветхого Завета. Да, и, наверное, именно поэтому, как бы, Господь показывает, что, ну, неформально нужно к канонам относиться, они, дух, дух, могут, внешность как бы менять, главное, что, какая цель канона? Привести человека к спасению. Сегодня память святителя Луки Война Сенецкого, да, то есть, по канонам он должен был или хирургию оставить, да, или сан снять. То есть, потому что, ну, скажем так, да, хирург, он в каком-то плане проливает кровь, скажем так, да, делая операцию, надрезы, удаляя органы и прочее, да, а служитель бескронной жертвы не может проливать кровь, да, то есть, понимаете, получается тоже противоречие, но церковь прославила в лиге святых, и отрицать его святцы было бы, конечно, просто неразумно как-то, да, то есть, понятно, да, что это, наверное, исключение некое, и так далее, но, повторюсь, вот, каноны, они всегда между окривии, да, точным соблюдением и экономии. Вот как раз в лучшем раз видно, что конца края нарушений не будет никогда, они будут дальше идти, потому что, в принципе, вот, если о церкви как организации говорить, по большому счету, вот, я что-то потом только понял, думаю, смотри-ка, ветхозаветная церковь закончила свое существование с приходом Креста, и у нас уже как бы законов нет тех ветхозаветных, а по сути, у канонов и те же самые законы, то есть, у нас такое ощущение, что вновь создали ветхозаветную церковь. А когда она перестала существовать? Не, ну, с ее законами. Не, а когда, вопрос, когда она перестала существовать своими законами? Вот скажите, вот да, когда? С приходом Креста. Ну, как же, он же исполнял эти законы, не нарушить, да, пришел, он исполнялся. Смотрите, после создания церкви даже апостолы ходят в Иерусалимский храм. Они нарушают, что они, Павел там, 50-десятницу праздновать приехал, еврейскую, в Иерусалим, спешит, да, в книге Деяния мы читаем. Они все, мы видим, евреи обрезываются после создания церкви. То есть они, в принципе-то, держались этих законов. У них не было такого, о, все, теперь мы не выполняем. Наоборот, постоянно иудеи, они говорят, да вы как, почему апостолы вы нарушаете закон? Послание об этом как раз. Да, то есть не было такого жесткого периода. Найти компромисс между иудеями и язычниками, обращенными христианами из язычников. Даже для того, чтобы понять, что закончилось, а что началось, нужно время. И открывалось-то Духом Святым не все сразу же, да, поэтому естественно, что обрезание там, все сразу не могло стать ясно всем. Ну и поэтому, я думаю, что только поэтому, что все это во времени несколько растянулось там. Но по большому счету, то мы такие же ветхозаветники сейчас. Только вот вы сопротивляетесь этой ветхозаветности. Говорите, да какой канон, тут вот люди все разные, надо подходить. И Господь тоже самое фарисеям говорил. А где любовь-то? Вы живете по правилам, а как бы любви нет? В субботу нельзя исцелять, вы считаете, а как же человеку милость не оказать или любовь его? То есть, по сути, то же самое и вы сейчас говорите-то, когда про канон мы вспоминаем. И все правильно. Почему так? Вот. Да потому что это те же самые... Я вижу, Игнатий Тихонович как раз так говорит жестко. Я говорю, что... Игнатий Тихонович, он жестко, он как фарисея хочет, чтобы все было правильно. То есть, по правилам так, а как вы, вы как будто... Мы подходим все-таки с рассуждением канона. Да, но знаете, вот, к сожалению, у вас как у Христа не получается. Почему? Потому что вы меру переходите. Вы правильно говорите, что нужно экономию применять. В исключительных случаях она применяется. А вы-то что сделали? Вот, священство в обществе, так обобщая, скажем, не буду, потому что есть исключения, что-то все понимаем, о чем говорили. А среди священства получилось так. Ну, а воспитанники-то вы же учителя. Народ-то, естественно, он сейчас точно так же рассуждает, как и вы. Сейчас вот наши прихожане, с кем я имею в виду, как и вы рассуждаете. Им ничего не надо. Как никаких жестких правил, потому что, а тут вот это уже фарисейство якобы начинается. Но не так. То есть, экономия там, где нельзя исполнить. Вот если по-вашему действовать, все рушится. Если действовать по канонам, оно тоже, конечно, разрушится рано или поздно, но намного дольше бы все сохранялось. Потому что, как только включаются механизмы вот в вашей экономии, просто как, я как производственник, я знаю, что если вот с таким подходом, как вы, у меня были бы мои подчиненные, у меня бы давно все развалилось. Поэтому... Но наши не разваливаются. 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 Нет, Александр. Разваливаются. Вот смотрите, Александр, простите, перебиваю. Вот смотрите, вот строго по канонам. Вы согласны с единоверцем, старообрядцем? Строго по канонам? По каким они канонам? Не, ну как, ну вот, вот, например, про причастие, кстати. Ну, нет, ну вот, они же там гордятся тем, что они, значит, все строго, поколонепить имя дают там у них. Я захожу в храм в Москве, в храме один священник, один панамарь, и больше никого. Хотя, строго по канонам. Почему так? Это вот, музык пустите, с ней врата ведущие. То есть, вы предлагаете, чтобы мы всех откинем, как бы, и всех откинем, оставим горстку, только избранных мест. Конечно, конечно. Вот это истинный пункт. Хорошо. Понимаете, в чем дело? Вот смотрите, вот, простите, что перебиваю. Недавно общался с свидетелями в Бога, мы стали тут общаться, с ним на семинарах, и я понял, почему вот апостол Павел так писал свои послания. То есть, почему он, где не написал четко, троица, да, Рома? Ну, казалось бы, что сложно, пару фраз сказать, отец и святой дух, естественный Бог. Вот написал бы и все. Но, они бы его тут же растерзали. И даже вот я сейчас, когда общаюсь с свидетелями в Бога, я им не говорю, тело и кровь, я говорю, ну вот почему вы символов не причастите? И даже, ну, как бы, хорошо, не тело, но символов почему не причастите? То есть, вы понимаете, что человеку надо дойти до этого, что это тело и кровь. И апостол Павел точно так же, ну, вот смотрите, проповедь апостола Петра в день Пятидесятницы. Вот, Иисус, которого рассказали, он, это Мессия. В общем, примите его, креститесь. В тот же день крестился пять тысяч. Пять тысяч, пять тысяч. Пять, да. То есть, они что, узнали учение о Троице? Почему так широко? Раз, и сразу пять тысяч. Ну, они знали, конечно, Ветхий Завет, наверное, Новозаветное учение за один день, даже там меньше. Разве они все поняли? Тем не менее, мы видим, они прилагаются. Сказано, каждый день прилагались спасаемые в церкви. Там, из язычников. Ну, казалось бы, у язычников, там у них вообще свои представления. Мы читаем в Послании Каринфиани, они вообще не различали, что это причастие и обычная еда. То есть, у них вообще какое-то такое далекое было представление. И, конечно, там не было такого благодовения, вот как Дмитрий, он наоборот говорит, что, значит, раньше так просто было, все приламывали хлеб, там крошки. Но мы сейчас видим, что сейчас, наоборот, больше есть благодовения к причастию, наверное, да. Хотя, я думаю, и тогда благодовение Кирилл Иосифович говорит, у тебя как золотые стружки в руках, ты ни одной крошки не должен потерять. Вот. Это, кстати, вот уж тогда, отец Пётр, я тут ставлю по этому поводу. Вот, может быть, как раз то, что, как сейчас к причастию относятся, никто не знает, что правильно ли так именно надо. Понимаете, вот то, что было в Первой Апостольской Церкви, может быть, как раз, это к следующим всем вопросам. Мы, я еще раз говорю, мы пока с вами, как православный, я с вами разговариваю. Мы же верим, что это тело и кровь. Вот если по православному, то да, но до конца так ли все, это вот следующая тема, мы уйдем вот к следующей теме через это. Потому что, а все ли так, как вот вы сейчас вот, и я так принял все, а так ли это? А вот то, что мы сейчас никак не найдем выхода вот в этой ситуации, о которой мы начали разговаривать, в том ли, правильно ли вообще все устроено, так ли, это ли истинная Церковь? Понимаете, вот вы... Это доверие к Церкви, понимаете? Сейчас мы пришли к вопросу, это ли истинная Церковь? Мне кажется, с него надо начинать. То есть, если это истинная Церковь, мы должны довериться всему, что в ней. Ну вот я с чего начал, смотрите, Церковь, которая была в первом веке, взяла и отменила законы, которые дал сам Бог. То есть, мы видим, что истинная Церковь может отменять каноны божественные, правильно? А что, это законы отменили? Ветхозаветный закон. Я тоже сказал, ничего не отменили, все. Харл, здрасте. Вы сами сказали. Нет, подождите, в Ветхом Завете сказано, как принимать нужно язычника в избранный народ, Сказано? Как? Через обрезание, правильно? Да. Кто это отменил? Кто сказал, что не надо? Господь. Когда? Точнее, это уже апостол, точнее, не за что во Христе нет ни ели и не уйдей. То есть, мы видим, что это первый апостольский собор. И там они это решили. То есть, на соборе, церкви, там сказано, собралась церковь, это, кстати, очень важно. Церковь собралась, и они решили, что из Ветхого Завета мы оставляем, что нет. Я говорю, что смотрите, церковь, вот как тело Христово, оно имеет власть не меньше, чем была у Моисея. То есть, Моисей давал закон, а церковь его редактировала. Мне кажется, ошибка вот у вас именно в рассуждении. То есть, вам кажется, что тогда церковь была более, имела более полноту благодати, чем сейчас. А Христос не так. Он говорит, я с вами во все дни до скончания века. И церковь, тело Христово. Слава во Христе Иисусе в церкви, во все роды и роды. Посланник Ефессиным, да, сказано, что церковь не умалится. То есть, Господь греет и питает церковь. Он заботится о ней постоянно. То есть, нельзя сказать, что вот апостолов было больше благодати, а потом она сошла на нет. То есть, можем так сказать. Тогда церковь во все времена. Да, то есть, тогда что Христово? Мы можем говорить о конкретных канонических преступлениях, скажем так, нарушениях, да, мы ведь говорим о соборах и любые решения. Кто-то один что-то сказал, кому-то это понравилось, а кому-то говорит, да нет, это не то. Все-таки мы живем по решениям соборов вселенских. И любые изменения, они как бы должны быть только через соборы приняты. А в любом случае, а пояснения какие-то, вот, например, про евреев, вот вы правильно заметили, да, ну, явно же, что не само мытье в бане, оно как бы там оскверняет православного. Но, где официальные комментарии, церкви по этому поводу, только отдельных лиц. То есть, такого официального от имени церкви нет объяснений никаких. И поэтому, ну, как кто хочет, так и понимает. И поэтому, знаете, такой разброд и шатание. Среди священников даже единомыслия по этому поводу нет. А почему церковь молчит? Значит, что-то не очень просто на этот вопрос ответить. Понимаете, это же как раз вопрос получается к вам. То есть, вы говорите по канонам, по канонам. А сами же свидетельствите, да, что можно понять так, а можно понять иначе. Конечно. Понимаете? Но церковь приняла это, да, и не отменяла. И есть, скажем так, толкование, да, там того же Никодима, там, Миншин, например, или там, там, Мальцамон и прочих, да, если мы этим руководствуемся. Какие-то каноны, да, здесь важный момент еще, да, то есть, вероучительные каноны, определения, они, мы не можем их ни в коей мере, не то, что изменить, скажем так. Как то, что вы говорили, Дмитрий, догматы. Догматы, да. Христос оставил церковь, и поэтому я вынужден создать какую-то сверхцерковь, да, где я истинный член, и еще есть какие-то помазанные, остальные все там, масоны, экуминисты, там, нарушители канонов и так далее. Это тоже очень такое, скажем так, мягко говоря, опасное. Христос как раз по этому поводу и говорил, что овцы мои слышат, глаз мой и следует за мной. Кого мы можем сегодня... И это вопрос о церкви, вопрос о причастии в том числе. Причастие – это граница церкви во все времена. Иларион Троицкий об этом говорил, да, не только он. То есть, человек впадал в блуд, да, что значит эпитимия? Его от причастия отлучали, он вне церкви оказывался, да. Человек уходил в раскол, донатисты, да, все, мы не причащаемся. Хотя донатисты, пожалуйста, они за что ратовали, за акривию, да, там и так далее, на вациане, то же самое, понимаете. Но церковь говорил, нет, вы в расколе. Александр, у вас, может, так, может, неправильно, не то, что я понял, что вы сейчас стали подвергать критике самой основы, да, то есть, не только там, то, что сейчас, но где гарантия, то, что было в третьем, втором веке, даже в первом, что это правильно. Да, для чего? Скажем, а почему такие книги? Вот мы видим, а кто-то там принимал первое послание Климента, от Варна, Абастер Герму, послание Варна, тоже Дедаке, тоже было ведь, оно же тоже в каноне Библии мы нашли, да, то есть, в Синайском кодексе оно находится, если не ошибаюсь. То есть, ну, где-то, а где-то каких-то книг не было, там, Апокалипсис Петра где-то был. Ну, мы все оставим подсоверение тогда, в том числе, сами каноны, а на каком основании мы вообще вот эти книги принимали? Ветхого Завета, у нас больше, чем у протестантов на одиннадцатых книг, на одиннадцатых книг. Это делается, да, то есть, почему, ну, протестанты не нашли их в еврейском каноне этих книг Ветхого Завета, да, с Лютером, то есть, они были в церкви, и церковь их приняла, а так, в принципе, ну, протестанты именно таким путем пошли. И что мы видим, вот сейчас, такие вот, скажем, я даже не знаю, как их назвать, но есть такие протестанты, которые, они, разбирая все послания апостолу Павлу, они говорят, ну, может быть, одно там апостолу Павлу принадлежит. Ну, ну, но вряд ли. То есть, фактически все послания говорят, это не онпис. То есть, идя таким путем, мы дойдем до того, что разрушим все. До отрицания всего. Я бежу, какой путь, да, то есть, я вас сразу, я, знаете, как бы, ставил слово, не дожидаясь окончания, потому что я так не считаю. Нет, нет, нет. Это вы меня, может быть, неправильно поняли. Я просто сейчас хочу, даже сказать, ваши мысли, она ясна, все разрушается, и как бы, и Писания нет, и ничему верить нельзя. Нет, я так не рассуждаю. Вот смотрите, вот протестанты верят как? Что они говорят, наш камень веры, на который мы опираемся, что вот Бог нам дал Писание, вот как оно там, с неба свалилось, мы не знаем, вот так все. Это камень, на котором мы остановимся. Парфославный все-таки верит не так. Мне очень нравится фраза Блаженного Августина, он говорит, я и не верил бы Библии, если бы Церковь мне ее не давала. То есть он говорит, я верю Церковь, что ее создал Христос. Понимаете? Христос не писал ничего. Что она мне дает, то я принимаю. То есть вот она мне дает, как одно из средств, Священное Писание, очень важное средство, но не единственное. То есть много, кроме Священного Писания, еще чего дает. Да, но Церковь, которую создал Христос, вот во что я верю, что Христос создал, единственное, что создал на Земле после своего воплощения. Он пришел ради Церкви, он умер за Церковь, мы можем так сказать. За православную Церковь умер? Это Церковь, которая сейчас называется Православным. Да, конечно. Как вы узнали об этом? Как бы просто посмотрели на ее историю. Вот есть, смотрите, история Ветхого Завета, она священная, история Нового Завета, до нашего времени, она тоже священная. История Церкви, она тоже священная. Вопрос истории, вопрос преемства, вопрос учения. Возьмите, не знаю, Киприана Карфагенского и возьмите Илариона Троицкого, о чем они писали. Возьмите Анна Златоуста, не знаю, там, Иоанна Кронштадтского. Мы увидим, что одна практика, одна вера, один дух. Язык разнится, стиль написания, потому что времена, да, больше, чем полторы тысячи лет, да, граница. Но, понимаете, это вопрос преемства. И вопрос Евхаристии, понимаете, а он напрямую связан с вопросом преемства, то есть священства закона рукоположенного. То есть, понимаете, опять-таки вопрос причастия, это граница церкви, понимаете. Как не крутить. И мы видим, что это преемство, оно живо. Я думаю, что вы не примете, конечно, то, о чем я вам скажу. И как бы, и неудивительно, потому что, ну, что тут, я тоже, может быть, раньше это и не принял бы. Во-первых, вот вопрос рукоположения, рукоприемства. Получается, на любого, на кого возложили, вот, и все, как бы, да, считается же так, через боку сосуд действует, там, кто бы какой ни был, действует все. Помните, я счастлива, Саша? Кто-то так считает, да? Василий Великий писал, что неважно, какой перстень, деревянный или золотой, да, 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 слепок один и тот же. Сексуальный. Если, конечно, проволока совсем проржавела, священник впал в блуд, глыжонец, еще что-то, да, проволока рвется, все, ток не идет. Но, понимаете, это, опять-таки, дело церкви, понимаете? Дело церкви, как на какой, собора, опять-таки. Каяфа, Каяфа, смотрите, он священником был, пророчеством, хотел Христа рассказать, и тут же пророчество. Казалось бы, как ему благодать эта пришла? Ну, вот, пришла, потому что он священник. А Корейдафанаверон, да, то есть, что они выступали за отмену порядков каких-то? Нет, да, вот раскол, пример раскола, да, и чем эта история закончилась, известно. Понимаете, это вопрос о церкви и доверие к церкви, как право. Вот и все. Вот это, как бы... Простите, отец Алексей, просто завтра ранее слушайте. Я еще останусь, отец Алексеевич, да, сушать с Богом. С Богом. Всех вам благ, радости, мира. Спасибо, Иисус. в том, что церковь это и есть именно православная церковь, это и есть церковь. На мой взгляд, до конца не утвержденно еще, да, вот церковь это люди. И спасается не православная, не баптистская, не католическая церковь, не в ней спасение, а спасение в той церкви, в которой собираются люди, в своей, каждый живший все в свое время, которые жили по вере во Христа, в истинной вере жили, а не в какой-то компромиссной вере такой. Понимаете, то есть вот получается у нас все зыбкая основа, даже Писание, оно зыбкое, почему? Потому что мы читаем перевод, и даже если бы мы знали древнегреческий, у нас нет текста, который написали апостолы, то есть у нас есть разные, ну, дошедшие до нас, скажем так, там, кодексы, папирусы, и вот в одном написано Бог явился во платье, в другом написано Он явился во платье, вот какой я выберу? Я выбираю как? То, что мне церковь говорит, церковь говорит, мы верим, что Христос есть Бог, поэтому я принимаю этот вопрос. А вот так вот, если лишиться этого основания, то получается, я могу провалиться к святимой дом, потому что я не окажется правым, потому что, ну, а свидетель Христос я думаю, речь в себе не стоит, потому что мы должны придерживаться все равно символа веры, а символа веры. Ну, я просто сказал, что... Мы исповедуем все-таки вот так, как исповедуем, то есть у нас исповедование, то есть Евангелие, это все-таки не есть православие, да, ведь до конца. Вот то, что у нас православие есть, мы сейчас, знаете, вот, говорить, что это вот все евангельское, надо если, как Игнать Технич, он тоже смотрит, как к канону подходит, да, вот. Я знаю, двояк, конечно. ну, а не по Евангелию, то есть главный критерий Евангелия, противоречит или нет, то есть вот, если евангельская вера, вот она вам как бы, а кто как понимает, это уже вопрос суда, будущего. Хорошо, смотрите, вот по Евангелию, вот Евангелие, первое послание Коринфянам 3.15, строят люди на разном основании, один строит на золоте, другой на сервере, третьем там, на тростнике, день же, день же Господний не испытает, да, потому что в огне явятся дела, и, значит, чье дело устоит, значит, просто там прославится казна, а чье дело сгорит, тот сгорит, но спасется, как бы из-за греха. Вот, 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 вот писание говорит нам, вот, по писанию, что значит, я, я должен буквально понять слово спасется или нет. Вот, святые отцы говорят, в частности, золотого сгорит, что слово спасется не всегда означает, как бы положительно, говорит, спасет, значит, сохранится, тело его сохранится. То есть, у меня вопрос, здесь златоуст, он противоречит Иван Новому Завету или нет? То есть, он объясняет, как понять. Но вот, с точки зрения Игнатия Тихоновича, можно так сказать, что он противоречит, потому что в Евангелии сказано четко, спасется. Он говорит, спасется, в смысле, для вечного мучения спасется. Понимаете, как? То есть, мы, когда говорим, что четко по Евангелию, о чем я пытался донести Игнатия Тихоновича, это значит, то, как я понимаю Евангелие. То есть, вот я прочитал, и мне кажется, что я его правильно помню. Я говорю, вот этот Святой Отец, он не по Евангелию, потому что это не совпадает с моим пониманием Евангелия. А здесь ведь вообще-то в конце концов разумение и Писание Господь открывает, да? Вот, и поэтому вполне вероятно, что все-таки мы будем каждый судим по тому, как мы понимаем. То есть, смотрите, получается, что Игнатий Тихонович говорит, значит, вот правильно вы сказали, Дух Святой открывает, он говорит, когда Дух Святой неправильно Святым Отцам открыл, мы этого не должны принять. То есть, получается, что как бы вроде нам Дух Святой открыл правильно, а им неправильно. То есть, знаете, получается, я себя ставлю над, ну, как бы, Святыми Отцами, я сужу их, правильно ли они понимают Писание или нет. Вот, мне в семинаре как бы очень такой мудрый преподаватель, он обратился в сознательном возрасте, крестился, и он очень, он с Яном Гристианкиным, старцем общался, он такой замечательный вещь, он мне сказал, потому что я там тоже критиковал, как вы там, но я хотел узнать для себя много всего. Он говорит, Петя еще говорит, Петя, не ты учишь церковь, а церковь учит тебя. То есть, ты, вот как младенец, что, какая его задача, присосаться к груди матери и пить молоко. Вот это наша задача. Вот Христос дает свое тело, чтобы мы от него питались, как младенец питается молоком. Младенец не учит мать. Я тоже думаю, что, как бы, мы вообще глупцами были бы, если бы, ничего там не было от Духа Святого явлено и все, что есть. Но, все-таки, мы можем и подвергать сомнению, вот, не все принимать из того, что есть. Ну, а что, вот, меня, по большому счету, волнует только вопрос священства в данный момент, потому что вопрос причастия священства. Потому что, этот какой-то вопрос, он еще более-менее, как-то может быть, именно вот это рукоположение, как-то оно может действительно объяснять, что вот у нас оно сохранено, но тогда оно сохранено и в других местах. Игнатий Тихонович, правильно, видите, как вы их занялись? Опять же, мы должны тогда посмотреть, что говорят святые отцы по этому. такие, как бы, вот, знаете, как всегда критикуют те, кто были в четвертом веке, мол, они срастились с империей. Поэтому, лучше всего, брать Киприяно-Карфагенского. Его все творения переведены на русский язык. Он боролся с расколом. И о чем пишет святитель Киприан? Он ведь тоже говорит, он говорит, вы в расколе, у вас нет никакого апостольского преемства. Почему? Говорит, потому что апостольское преемство, это как вот река, вот у нее есть основное русло, есть притоки, да, называются? Если поставить заслон, вот, вырытая земля, она останется, а воды там не будет. То есть, вот, вроде формально у тебя есть рукоположие, но благодать-то нету. Или говорит, вот, от руки, от тела трубе руку, да, она будет, как тело Христового, вот, раскол от трубе руку. Он говорит, что, душа твоя, она будет в этой руке, или будет в тебе, в основном теле? И, конечно, в основном, на руку душа не переходит. Ну, вот здесь, так-то, когда вы на этих примерах, это вроде все правильно и понятно, но дальше, вот там, когда раскалывались эти церкви, опять принимали решение, каждый для себя, что у него правда осталась. Григория и армяне, они тоже приняли, что у них своя правда. Ну, почему мы, как мы можем сказать, что у нас больше правды, чем у них? Ну, только свою вот аргументацию каждый себе подтягивает и считает, что у него правильно. Ну, хорошо, вы верите, что, то есть, григория и армяне, это, ну, по сути, монофизиты, да, то есть, которые, вот, не приняли, какого у нас, получается, четвертого вселенского собора, они не приняли. Вот, то есть, не приняли халкидонское исповедание веры, они считают это богохульством. И, они на своих соборах, анафематствовали нас, наши соборы все. То есть, мы, принимая их, получается, как бы, соглашаемся, да, анафематствовали нас, ну, пожалуйста. Ну, как это? Ну, то есть, ответьте, вот, в итоге мы видим... Ну, кто такие Григориане-армяне-армяне? Ну, смотрите, это сейчас у нас, ну, скажем, мало, хотя Россияна не такая маленькая, но, тем не менее, тогда была Вселенская церковь, и Григориане-армяне, там, ну, Армения, против всей церкви выступила. Ну, как бы, мне кажется, это, ну, конечно, аргумент, что, величина, он не всегда действует, но, тем не менее, ну, все-таки, вся церковь, и, конечно, были периоды, когда там, Восток в Арианство подал, там, или в Коноборстве, но, вторая-то половина всегда была, ну, как бы, православие. Ну, с одной стороны, трудно, как бы, предположить, с другой стороны, наоборот, можно, не всегда там, где большинство, там, правда, да? То есть, в итоге-то, видите, это все-таки к тому, что везде человеческое, такое, оно замешано, и кто тебе, там, подтягивает больше правоты, тот, как бы, вот, и говорит, что я на коне, я на коне. Здесь вот в чем дело, и поэтому спасение, оно не в формальной церкви происходит. Это все-таки, батюшка, я думаю, что не в этом. Все-таки спасение, оно, вот, в чистоте жизни человека, и к стремлению, вот, жить по Евангелию. А вот эти все, там, нюансы уже, там, какие-то тонкости, это все-таки вещи умовые, и они, как бы, не играют роли на спасении этого человека. Вот, потому что, во-первых, даже человек, если он истинно хочет спасения и жизни по Евангелию, да, пусть он что-то не все до конца понимает правильно, то этому человеку, как раз Господь, и откроет то, что ему нужно для спасения. Мы можем в это верить или нет, но я думаю так, прав, не прав, я не знаю. То есть, все остальные идут параллельными курсами. Григорияне, армяне себе, православные себе, баптисты себе, католики себе, а вот кто-то, вот, захотел, стал-то, он из любого места, может, этот человек, так, все равно ведь Господь обращает, это ведь не ум человеческий просто, вот я сидел, умничал, умничал, и доумничал. все равно, кого предузнал, того и предизбрал Господь. Да? Анна и Каяпа, они были предизбраны? Тоже верили в Бога? Понимаете? То есть, она не сапфира, мы тоже верили, тоже диатреф, который любит пеших. Три люди уже, батюшка, они начали хитрить. Нет, подождите, но тем не менее, потом, конечно, но изначально-то, они тоже не просто так же, понимаете, это вопрос очень тонкий, то есть, на какую почву упадет это зерно, как она прорастет, правильно говорит, Игнатихович, мы не знаем, как она прорастает. Откуда вы знаете, что это было первое испытание? Нет, от нас в первом испытании. А неважно, насколько это было. Помните, вы с самого начала сказали, что тогда в церковь было непросто войти, ты гонением подв... То есть, смотрите, они от иудеев подвергались гонению, тем не менее, вошли в церковь. То есть, это для них, это серьезное испытание, сейчас мало кто-то пойдет, но тем не менее, они вот оказались достойными смерти. Да. Поэтому, и сейчас так же. вот Павел, посадник Тимофеем, пишет в конце, говорит, вообще все меня оставили. Вот все, с кем проповедовал там, Марк туда ушел. Ну, в общем, все разбрелись. Только Лука со мной. То есть, тоже, знаете, как это, плод, вот плод. Он в тюрьме сидит перед смертью, все оставили. Поэтому, так категорично сказать, что вот тогда все так было замечательно, они были испытаны, шли в церковь и не отпадали, а сейчас так плохо. Мы не знаем, как был тогда. Не так, отец Петр, я же не об этом говорил. То есть, вход, вход такой, а то, что люди-то, они же, кто-то испытания, так сказать, первые пройдя, на следующих испытаниях, уже живя по вере, человек, искушаем, бывает, а через это человек падает, а кто-то устоит. Вот, кто устоит, тот и есть церковь. А кто отпал, тот не упал. Да, но мы видим, вот по Писанию, что они все были, те, кто и стоит, и отпал, в границах, видимо, церкви. Сказано, Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви, и Павел, даже помните, он обратился, его крестил, Анания, да, епископы, Дамаски. Но, тем не менее, потом мы видим, что он, что пришел, Иерусалим, для того, чтобы представиться апостолом, что он учит, то есть он, как бы, церковь своей представил, что, не тот же Господь открывался. То есть, не то, что там, зачем мне вообще эти апостолы, я сам буду проповедовать. Нет, почему Баптисты так не делают? Потому что они другому учат. То есть, они не согласны, не согласны с церковью учатся. они появились, они другому учатся. Если бы они учили тому же, они бы не уходили. То есть, помните, как Иоанн говорит, Иоанн Богослов, посланник своим первым, не мы вышли от них, а они вышли от нас. Но вот, вы сейчас, по сути, выражаете похожую эквизиологию, то есть, учение церкви, что, как бы, не важно, как ты особо веришь, ну, как бы, в рамках Троицы, а там уже исходит Дух Святой, не исходит, сколько воли во Христе, одна, две, три, это не важно, главное вот Троица. Хотя, непонятно, почему именно постоянно греется. вот, то есть, с одной стороны, вы это, как бы, утверждаете, с другой стороны, вы говорите, ну, должно быть все строго. Я бы, сначала, как православный с вами разговаривал, я же разделил эти точки. Вы сейчас уже не разделяете точку зрения, что уже мы сделали. Нет, потому что, это вообще, как бы, оно, хотя, знаете, для того, чтобы человек, в любом случае, как бы, испытание первое прошел, надо соблюдать, потому что, если человеку такую вольность давать, вот как сейчас даете, это погибельно для людей, то есть, это не спасение ведет, а их расслабляет. Сейчас, извините, батюшка, сейчас еще пару слов скажу. Вот такая терпимость, вот такая некая снисходительность, якобы, к немощам, и все сейчас немощные такие стали, оно приводит к тому, что в церковь скоро захватят вот эти, как раз сторонние люди, потому что для них делается все, чтобы им было там хорошо. То есть, не церковь устанавливает правила, как для входа туда, чтобы вновь пришедший соблюдал, что там есть, а не свои, как бы, диктовал условия. А у нас сейчас говорят, да ладно, пусть он, пусть она там пока в короткой юбке походит, ну, губы красит, ладно, пусть, а потом она когда поймет, а в итоге это разврат идет всех, тех, кто ходит, потому что... Она не понимает, она других развращает, наоборот. А вот стадо, он потому что смотрит, как все. То есть, оно может быть для спасения, как бы там, да, это более нравственность, но нравственность, она не предполагает, что человек спасающий, он нравственный должен быть. А вот такая тряпочная, православие такое, оно как раз разрушает все изнутри. Поэтому порядок только вот для этого нужен, только чтобы, знаете, как бы людей вводя в церковь, дать направлением, чтобы не люди, как бы создавали направление, а учителя. И тогда, как бы, успеха больше будет. Я так думаю. В любом случае, людей, вообще-то, ну, пойти на исповедь, на самом деле, это всегда какая-то, ну, то есть, внутреннее давление. То есть, все равно, чтобы рассказать, что, признаться, что я грешник, это все равно нужно себя как-то ужать. То есть, вот, как бы там ни говорили, не критиковали исповедь, но тем не менее, протестантов этого нет. почему? И в чем плюс православие, что человек все равно, вот ты идешь, все равно ты смиряешься, ты осознаешь, что ты не такой праведник, особенно, ты видишь свои грехи. Если не видишь, ну, значит, похоже, тебе показать. Человек, в принципе, как бы, да, некое усилие сделает для того, чтобы подойти и покаяться. Это действительно какой-то шаг надо сделать. Но, к сожалению, человек вот на этом как раз и замирает дальше. Ну, слава, я все уже сделал, и мне больше ничего не надо. У людей же нет понятия, что по Евангелию надо жить. То есть, такое понятие, что, в принципе, что меня устраивает по Евангелию, я, конечно, безусловно, вот буду принимать. Но вот тут, вот тут, вот тут, пока я не хочу. То есть, понимаете, эти люди спокойно, они спокойно делают эти шаги. То есть, они оставляют, что, ну, вот ладно, я курю пока, ну, пока могу, ну, батюшка пока вот допускает до причастия, ладно, вот, я потом, это же тяжело сразу, сразу не бывает там у людей ничего. То есть, и, и получается, что люди так и остаются в церкви с таким настроем. Живут они до смерти, никуда у них никакого изменения нет дальше. Просто на каждом шагу я это вижу. Я просто хочу, почему хотел сказать, что если бы диктовали люди, которые приходят, то они бы вообще иисповить отменили. Зачем пост отменили иисповить? Но все-таки мы видим, что они диктуют. церковь говорит, что вам надо это, это сделать. Человек, приходя, хоть как-то, да, не все сразу, понимаете, не все сразу, не одинаково все растут. Господь бросил зерна, не все одинаково злаки растут даже. То есть нельзя всех под одно лекало, что вот, просто в чем я уже, Игнать Тихонович сказал, вот у меня было так, поэтому все должны быть так. У тебя не было так, ты не рожден свыше. Я ему по этому вопрос задал, когда я приезжал на крещение, я говорю, Игнать Тихонович, а у меня так не было. Я вот постепенно шел. Единственное, как бы пришел, когда в церковь, я четко понимал, что тот грех, который во мне был, он был мною не отвергнут. И поэтому, когда мне священники, мы там год-два в церковь ходили, мы не причащались. Мы говорим, почему вы не причащаетесь? Ну, потому что еще мне нельзя причащаться. То есть, когда я только решил окончательно, что все, грех этот для меня закрыт, вот после этого я только уже, покаялся и после этого только причащался. А почему другим так нельзя, вы думаете? Почему надо его причащать-то сразу, этого человека? Нет, кто сказал, я не сразу включаю. Есть исключение, понимаете, вот бывает, человек приходит и ты видишь, что он в таком уныне, у него такие потрясения. Тут вопрос вообще даже не о причастии, а иметь священник право разрешить его. Прочитать разрешительную молитву, если человек, например, ну, он говорит там, ну, да, блудил там, я каю, там прям, мне там, там, мать умерла, там, например, или ребенок, там, он осознал, что это Господь вот его вот так вот шарахнул. Он приходит, говорит, это, наверное, потому что вот это, батюшка, прошу вас, разрешите, я не, ты говоришь, 7 лет, покончил жизнь с собой в без. Я понимаю, что я буду причиной того, что он умрет, и поэтому, строго подходя по канонам, я должен был бы сказать ему, так, я тебе разрешать не буду, пока я не удостоверюсь, что ты, значит, исправился. Но, понимая, что я могу стать причиной худшего греха, конечно, я разрешу его греху. То есть, прочитаем молитву, но скажу, давайте сейчас пока рано, вот действительно, как отец Алексей говорит, да, причащаться может быть рано, давайте мы пока, вот помолимся о сыне, там, или родственни, которые умерли, то есть, вот покаяние принесем, а потом уже поговорим. То есть, даже вопрос не о причастии, а о исповеди, в том числе, ведь по канонам, я не должен разрешать. То есть, если я разрешил, прочитал молитву, это значит, что человек уже допущен. Да, да, да. А понимаете, многие люди такие, вот когда им это говоришь, даже не то, что там несколько лет, или знаете, полгода, такие, я могу завтра умереть в этих грехах. Батюшка, а как тогда? Как было ответить на этот вопрос? Во-первых, вот когда первые два момента вы сейчас озвучили, вот на первый момент, допустим, как я это вижу, должно было быть, когда человек вот в таком состоянии приходит к вам, да, и вы ему говорите там, ну, давай ты пока там по кассе, вместо эмпитимии тебе, который по канонам надо тебе там на несколько лет отлучить. Но ведь можно этому сказать человеку, что вот тот грех, который ты совершил, он исправляется только эмпитимьей. И я тебе, в принципе, могу ее не накладывать, но это я самовольничать буду, и то, что установлено церковью, значит, Духом Святым, да, в церковь введено, то оно так и должно быть. Поэтому ты это должен с миром принять и понести. И только это тебя потом спасет и изменит твою жизнь. Но если я тебе дам послабление, это только тебя испортит. Вот он скажет, батюшка, если я завтра умру? Вот. Дальше включается следующий момент, в котором священник должен знать, что ответить на этот вопрос. А здесь главное сказать, дорогой, а ты во Христа-то веришь? А неужели ты думаешь, что если для твоего спасения важно умереть или жить, Господь выберет смерть? Как ты думаешь, вот что для тебя лучше было бы? Все-таки пожить? Поэтому здесь Христос, если ты будешь жить по Евангелию, по заповедям, то как Христос определит, так ты должен это принять с полной радостью, как от Бога самого. То есть, понимаете, и все, и как бы все встает на свои места. Смотрите, все же ясно. Но мы сами, как неверующие, рассуждаем. И, соответственно, думаем, что и люди ничего не поймут. Поэтому мы, естественно, как с неверующими и разговариваем с ними. Вот и все. И поэтому нигде успеха нет у нас. Просто, Александр, вот вы сейчас так рассуждаете, как рассуждает большинство наших сограждан на политике. И был бы я президентом, я бы сделал вот так, так и так. Ну, вот понимаете, вот когда человек реально, даже представить реально, что он становится, вот от него зависит судьбы несколько сот миллионов людей. Вот от его простого решения. Совсем по-другому принимать решение. Когда ты становишься священником, и это ты становишься, вот я сейчас так скажу, это вот как бы, давай исповедь, я сейчас пойду домой. Но, а как Господь ко мне отнесется? Вот когда к нему грешница пришла, да, он не сказал ей там те эпитемии, те камнями по канонам надо побить. Он мне так не сказал. Он что сказал? Да, иди больше не греши. Мне друг тоже, мы с ним недавно так разговаривали, вот там личный был его вопрос, и я ему так кое о чем сказал так. Он говорит, да, вот был бы ты на моем месте, конечно, тебе так легко говорить. Не знаю, вот сказал бы я там так, как я сейчас сам себе говорю, не сказал. А почему вы решили, что я так не сделал бы, как я говорю? Поэтому люди верят только в то, что они сами могут сделать. Я считаю, что я так могу говорить, я так должен был бы говорить. А вот о тех людях, о которых вы говорите, я думаю, что они не верующие все равно. Как можно в блуд впасть, будучи верующим? Бога боясь. Очень просто. Не знаю. Понимаете, любой грех, Бог только удерживает человека от греха. А если Бог, как это, как-то у лошади повода или как называют, удила, ослабит поводок, да, ты впадешь в эти все грехи. Посмотрите, ну мы читаем там, древние батареи, там, великие отцы, там, по их молитве, там, они там, по воде шли, там. Ну сложно сказать, что они неверующие. Но увидим, что так действует, что они впадали в это. Ну было такое. Там, один там свою жену убил, там, ну просто, сколько было событий, уже верующих людей, которые вообще все, все, вот просто по заповеди, все раздали, реально, реально ушли. Вот буквально поняли все слова Христа, что раздай все, иди за мной, не имей две одежды, там, не заботься о завтрашнем дне, он вообще полностью, и они, тем не менее, впадают в грудь. Ну бывает такое. То есть, ну, я просто знаю, что вот духовный закон, что если ты, это вот как бы, ты говоришь, что это неверующий, вот просто бывает, что самим собой, то есть, ты осуждаешь грех, и он с тобой потом происходит. Поэтому... Ну вот все, кто, кстати, так говорят, я не знаю, это какой-то неверие просто, я не знаю, в Бога не верить надо. Я не знаю. Я думаю, что не должен, вот во всяком случае, знаете, мне кажется, что Бог, он не должен такие вещи, как бы вот, то есть, Бог не будет попускать человеку, вот верующему, таких падений, вот как бы. Смотрите, вот что, что хуже, отречение от Христа или блуд? А чем одно? И там отречение от Христа, и здесь. Правильно. Вот Петр, апостол, он отрекся от Христа, будучи с ним, видя чудеса его, все чудеса видят. Там, где других, он чтобы был неверующим, то есть, Бог попустил ему, да, почему? Предсказал Христос, будешь, отпадешь. Почему? Чтобы много о себе не думал. Так Господь попускает. И Анкосиан Древненко пишет в этом, что иногда Бог попускает впасть в грубые, низкие грехи, чтобы человека вытащить из тщеславии и гордости. Почему? Потому что тщеславие и гордости те грехи, которые меньше всего заметны. Нет, Бог может все попустить, ясное дело. Вот, но просто, одна, вот если в гордости пребываешь, то я согласен, что безусловно, Господь это попустит. Но в уповании, когда на Бога ты находишься, вот, не знаю. В итоге, я не знаю, вы из того, что сейчас я вам объяснил, вы как-то по-другому поняли, да, как я к канонам отношусь? Или так и куда? Но я понял, что вы раньше так относились, что надо было строго и исполнять, сейчас вы считаете, что вообще за свобода во Христе, как в Ратисанске, так думаю. Ну, то есть, к этому, но надо до этого дорасти сначала. То есть, вот нельзя так вот, как сейчас у нас делают, у нас правильно понимают, что канон, они как бы не спасают, но это надо только дорожшему до свободы. Во Христе, человеку, только это ему уже открывается, вот эта свобода. А все остальные должны сначала пройти, а потом только освободиться из него. То есть, Христос освобождает, а не сам себя, человек, освобождает. Что более важно из того, что мы сегодня беседовали, это именно о церкви, да, то есть, все-таки вы пошли не в ту сторону. То есть, включая в нее вообще всех, но я говорю, что тут можно пойти и дальше включать, и мусульман включать. У нас некоторые батюшки тоже считают. Но есть же иные опции. Они считают иными опциями мусульман. Да он еще пока не пошел, он каждое воскресенье на службу. Это просто, что я, простите, увидел вас, что увидел Дмитрия, который, Дмитрий, правильно, да, именно язык, он не причащается. То есть, он себя поставил выше священника. Ну, молодой, значит, почему я в уроке, то есть, у него такое пренебрежение, то, что я увидел. Да, но почему он меня вдруг учит? Если симптом поставить, я вижу, что это гордость. То есть, что так малолетка меня учит. Я уже столько всего прослушал, и поэтому я не буду в этот церковь. Это гордость, элементарная, самая гордость. Конечно. А я ему почему вопросы задавал, потому что, в принципе, вот так, как он поступил, мы во многом с ним очень похожи же. Только вот я не могу выйти, отойти, до тех пор, пока я не разберусь с этими главными для себя вопросами. Пока я не пойму. Ответов нет. Я, Игнатий Тихоновичу, по священству задал вопрос. Где, с чего взяли, что причастие оно только из рук священника должно быть? Где это в Писании? Нигде этого? Он говорит, этого нигде нет. Нет. Если мы протестантские принимаем только Писание, Писания нет. Но мы православные принимаем не только Писание. Но Игнатий Богоносец пишет об этом. Только та Евхаристия должна, считается истиной, которую совершает епископ или тот, кому он доверит. Пожалуйста. Это первый век. Все-таки это сознание, то есть, в ветхозаветной церкви была иерархичность, только иерархичность. Иерархия, это священно начали на русском переводится. То есть, когда говорят, в политике иерархии, это неправильно, там нет никакого священного начали. В церкви только священного начали. В ветхозаветной была иерархия. Ну и у Бога есть Бог, Ангелы, люди, скажем, иерархия. И в церкви в ветхозаветной была иерархия. И, соответственно, и новозаветная, я вижу, также она идет по иерархии. Апостолы, пророки, учители, ну и когда-то, да, и епископы. Откуда священники-то? Дело в том, что как раз говорит, Господь, вы священники, да, что каждый из нас священник, когда человек скажет, интересно тоже, да? Каждый из нас приносит Богу в жертву свое тело. Каждый, конечно. Но это Исидор Философит, что в этом смысле царственный, потому что мы наследники царства, священства, потому что каждый из нас должен принести в итоге Богу в жертву, то есть представить Богу жертву чистую. То есть прообраз ветхозавета чистая жертва, это тело каждого из нас, который я должен Богу принести, сказать, я вижу, что то же самое было и там. И смотрите, какой интересный момент, где они сказано, многие же из священников обратились. Вот смотрите, если апостолы ходят в храм Иерусалимский, то есть они признают ветхозаветное священство, и тут священники те обращаются. Это мое предположение, что я думаю, что их же также почитали священниками. Возможно, их рукоположили лимфийскоп, я не знаю, историю умалчивает, но возможно, именно оттуда происходит. То есть смотрите, какая логика, какие от предполагают, что вот до 70-го года апостолы знали, вот те, кто называются священниками, они в храме служат, в Иерусалимском. Но в 70-м году разрушается Иерусалимский храм, прекращается жертва, и священники оттуда исчезают. А вопрос, а где же священство? Да вот же они наши, которые мы назвали пресвитером, вот они и есть священники, потому что они приносят тоже жертву Богу. А священник это по-русски жрец, иерей это жрец, кто жертву приносит. Ну бескровный жертв, все кровные приносили тебе скромно. Это мое предположение, что именно название священника именно так произошло. Просто смотрите, как, это название, оно по всей церкви, во всей вселенной. То есть на Западе, где-то в Галии, в Италии, в Испании, в Греции, в Африке, везде, везде начинали, вот слово священник везде есть. То есть везде пресвитеров стали называть священниками. То есть если бы это как бы такая привнесенная какая-то форма была, ну где-то, то есть или какое-то сопротивление этому было бы оказано, или так далее. Вот смотрите, мы читаем, кстати, вот Игнатий Богоносец потрясающий, он уже обращается, в конце первого века он идет на мучение, он обращается к разным церквям, ну понятно, по местным церквям в разных концах империи, и говорит, он как о факте говорит, что у них есть и епископы, и пресвитеры, ну священники, священники говорят, и дьяконы говорят, то есть не то, что он говорит, у вас должны быть, а он говорит, мой поклон вашему епископу. Апостол Павел в Евреям 7.11 говорит, откуда возникает священство после ветхозаветной, так, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, и бы с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мельхиседека, а не по чину Аарона и виноваться, то есть все священство после Мельхозаветной создавалось по чину Мельхиседека. Я вот недавно как раз разбирались в Прихожанском университете как раз посланники евреям, то есть, смотрите, апостол Павел просто показывает, что Христос, он для евреев пишет, показывает, что он во всем выше, чем все установления еврейские, что значит, зашел он в Скинию несравненно лучше, чем у вас, и священник он из рода Мельхиседека, потому что Авраам принес жертву Мельхиседеку, а из Авраама пришли левиты, получается, как бы первосвященники в лице Авраама принесли жертву Христу в лице Мельхиседека. Такую вот линию проводят, что священство Христов выше, в общем, то есть, Христос во всем выше. Но это не означает, то есть, вот эта аргументация его, она не означает, что не было тех людей, которые были поставлены приносить бескромную жертву, как бы их ни называли пресвенитеры или там священники, то есть, разницы нет, как ни назови, главное, чтобы он выполнял эти действия. Павел в конце своей жизни говорит, вообще все меня оставят. Вот он все, что делал, все почти там зашло на нет. То есть, можно так сказать, но и у Павла особой надежды не было, что он вообще, но тем не менее, он, конечно, знал, что Бог ему открывался и так далее. Но вот люди, хотя верили ему, постепенно кто-то отходил, многие, причем, оказывается, отходили, никого не осталось. Понятно, потом его авторитет возрос, когда его послания все составились. отходили. А то, что отходили, так же, как сейчас, ясно делал, там увеличивается число, чем больше, больше людям проповедано, то, соответственно, как пирамидой работает она, и больше людей появляется, соответственно, и у него. Так, а то, что отходили, отходят, это тоже нормально. И если бы вот о православии говорить, вот там, вот в том прежнем нашем понимании, если бы такой отбор был, и никто не говорит, что не надо отвергать людей, которые вот там еще не укрепленные, они просто не должны быть крещены, они должны быть выглашенных. Вот, если этот человек три года готов ходить просто так, вот, все этот человек уже, значит, он пришел не за причастием, не за лекарством пришел для здравия души и тела, а он пришел обратиться ко Христу. И вот этот не три занятия, а три года, как это было, вот Игнат Сихович, то, что часто поминают, это показатель того, что человек, пройдя это испытание, изучая, показывая для тех, с кем он, с кем вообще не находится, что жизнь он свою меняет, и тогда только этого человека, естественно, надо было бы крестить и дальше уже вводить в церковь. А вы почему-то сейчас начинаете рассуждать, да вот, ну, все такие, что же бы сразу всех одинаково судить, а зачем судить, вы их не заводите в церковь-то. Александр, ну, попросить, вот, три года вы на что открываетесь про три года? Ну, то, что срок, через который можно хотя бы понять, что человек действительно проделал работу над собой, но вот он явил дисциплину, что он ходит, посещает, учит. И вот тут сейчас подключу Игнат Тихонович, скажу, но где в деяниях апостольских есть три года? Там, где Евну, пожалуйста, вот вода, да, что мне мешает креститься? Крестись там. Сколько случаев, самарян пришел, крестил, Павел этих спрашивает, говорит, приняли Духа Святого, да, Духи мы Святого не слышали. Объяснил, тут же крестил, тут же Дух Святой сошел. То есть, Корнилий пришел, он добрые дела делал там. Имел ли он правильную веру в Троицу? Духовный, духовного убедит всегда так же и Евнуха. Нет, просто мы не видим вообще в деяниях апостольских до долгого срока оглашения. То есть, нет, конечно, он был в истории церкви, был в период гонений. Почему? Потому что непонятно, кто тебе вообще зайдет. А если это провокатор, который, наоборот, всех сдаст, да, и именно для этого и было установлено, что вот, долгое проверить, не сразу вводить, не сразу рассказывать, что у нас там делается. Батюшка, а вот разве не вредители заходят сейчас в храм? Как раз вот через девки доступ. Почему вы считаете, что надо сразу их к причастию-то вести? Я что-то не понимаю. я так не считаю, я такого не говорю. Тогда зачем? А тогда о чем речь? Надо испытывать человека срок, ну, возьмите, ну, не три года, три с половиной давайте. Мы говорим про крещение, не про причастие, про крещение. Ну, про крещение я и говорю. То есть, в любом случае, человек должен проявить себя, как желающего спасения, не просто так формально подошел и быстренько крестился, пропал. тогда действительно будут в церкви люди. Уже не будет такого сброда. и это нет, это пустой, как бы, я это уже для себя давно эти разуждения, по большому счету, я их уже оставил, они бессмысленны, никто ничего делать не будет, это просто так. Нет, вот, знаете, как бы тоже себе вопрос, почему так вот мало, например, молодежи в храме, да? Почему? Потому что непонятно, нет, просто, как бы, ну, не готовы расставаться своей жизнью, такой вот, который ведут. Ну, это еще не только поэтому, о мусульмане, почему у них мужики есть, у нас бабская церковь, потому что... Мусульман очень просто, у них сел в традиции, то есть, у них наоборот, ты, ну, как у тебя будут порицать, если ты не исполняешь всех предписаний, ведь там совсем другая вера, вот, я общался с людьми, которые были мусульманами, потом стали, там, православные, там, благодать вообще никакого-то не чувствуешь, то есть, он говорит, я вообще не чувствовал присутствие Бога, то есть, ты должен, ну, и особо, собственно говоря, какой-то там, как бы, так сказать-то, какая-то маскеза, особо, конечно, пост есть, да, там, понятно, это сложно, да, а так, несколько жен можешь иметь, да, то есть, как бы, страсти все, пожалуйста, удовлетворяйте, ну, понятно, пост, конечно, день не кушаешь, а вечером можешь объедаться, тоже, как бы, чревоугодие, то есть, в чем себя учиснение, то есть, это как, ну, удобная, простая, можно сказать, религия. Тут опять, может быть, как бы, это все больше религиозные такие разговоры, нужно так сказать, это что, знаете, вот, я по-другому немножко думаю, а почему там мужчины, а у нас их значительно меньше, потому что все-таки мужчины любят быть там, где дух боевой, где, как бы, человек чувствует себя мужчиной, вот, там какие-то задачи ставятся, куда-то человеку, а у нас, понимаете, да, у нас, да ладно, ну, все такое, понимаете, елейное, елейное, у нас, вот, на самом деле, христианство, оно боевое, оно для, именно для мужчин христианства, а из него и сделали бабское христианство. Это, это мусульмане очень хорошо, чувствуют, вот смотрите, ветхий мир пал через женщину, старцы говорили, что этот мир пойдет от того, что женщина развратится, вот мусульмане это четко чувствуют, они, женщин держат своих в определенных рамках, в уздах, вот, а мы этого не можем достичь, потому что бабу у нас сейчас взяли над нами власть, и они церковь бабы захватили. И, главное, священники этому весьма способствуют, потому что в последний раз был у нас епископ, тут трапеза была у нас совместная. И вот, об этом речь зашла, я когда сказал, Владыка, да у нас церковь-то бабская, у нас бабы все захватили. Он, ага, он мне говорит, Александр, прекратите тот, как это он мне сказал, типа, женщин притеснять, как будто, что вы, женщины, много делают, да. На самом деле, мы видим, что и на пробуйте апостолов, именно, и женщины откликались, многие женщины, люди, там, то есть, почему, просто женщина, она более религиозна, то есть, более чутко, чутко сердце будет. Нормально, просто у нее должно быть свое место, и вера, она, вот знаете, я смотрю, у нас не поднимается планка, вот как Игнатий Тихонович, он задирает планку, для того, чтобы чемпионом стать, надо, как бы, выше головы прыгать, а если тебе низкую планку ставят, ты никогда высоту не возьмешь. То есть, так и у нас, должна высота, священники должны задирать планку, поднимать ее, проповедью показывать, что высоту давайте, она, да ладно, уж как-нибудь, Господь милостив, у нас проповедь так только звучит, милость Господь. Олександр, остановитесь священником, проповедуйте. Вот смотрите, вы, это у нас вот большинство позиций, вот такая, вот надо так делать, ну, а кто будет делать, если только все советуют, а те, кто, вот так получат. Вот идут времена, которые, сейчас Господь сам все разрулит, сейчас сам все поберет. Да, поэтому из вас, кто не боится, как бы, будет делать все, что считает по совести нужным, а там уже как бы ясно, что можно вылететь, а как с Богом, Господь, если меня гнали, вас будут гнать. Мне вот понравились слова Дмитрия, я не знаю, обратили батюшка внимание на это, когда он сказал, почему он не хочет в церковь, а он говорит, я Богу молиться на базар не хожу, не хочу ходить. Вот сейчас все больше положение, вот в храме, оно напоминает базар. Я не знаю, может у вас дисциплина, у вас, может рота закрывает, и никто не ходит во время службы, не разговаривает, хор у вас благоговейно, молитвенно поет, у нас ходят, у нас разговаривают, никто никому замечания священства не делает, но мы там пытаемся, но я знаю, что просто я там рада или плохо слушаю, поэтому у нас староста, он говорит, раньше я мог бы при том священнике подойти и сказать, тем, кто разговаривает, запретить им, как бы прекратить, что вы тут разговор ведете, а сейчас он мне говорит, как бы не надо, людей нечего тут, как бы оскорблять их, выкать их, мол, и так разбегут все. То есть, понимаете, уже ставится предел, даже делать замечания, то есть сами не делают, и те, кто мог бы, хотели бы делать, им уже запреты ставят. Потому что я когда смотрю вокруг, а оно все чужое мне, там люди не близки мне по духу, поэтому ходить с ними молиться, они к какому Богу молятся, если они Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, это кому они молятся? А батюшка, когда с чаши выходит, что он трабарит там, он не боится Бога, что он говорит-то? То есть, понимаете, куда ни ткнись, там ужас какой-то, там, ну ладно, как-то нарушение порядка, там просто элементарного уважения, непонимания даже тому, что ты пред Богом, молимся ему Богу, чашек считается, что с телом и кровью выносится, да, и человек так это, в потолок глаза, и несет там что-то. А я стою, я как бы с этими людьми в одном духе причащаться, как бы, да, и думаю, как бы в одно тело с ними, а они не мое тело, я не чувствую тела одного с ними. И поэтому вот это, вот оно, как бы, знаете, нарастает состояние такой, отчужденности моей. И не то, что это что-то там, а именно я просто не чувствую духа одного со мной, там, с теми, кто стоит, в основном, есть, конечно, вот из тех, кто там ходит, есть на занятия, у нас там проводятся занятия по Евангелию, ходим, вот из мужиков я один там, и еще один иногда то придет, то нет, и там еще человек, до девяти женщин ходит, и главное дело, те, которые, вот они как-то адекватно реагируют на все, что там сейчас вот происходит, как-то они, знаете, не зашоренные такие, вот они ходят на занятия, а остальные никто не приходит, никому ничего не надо. Сейчас уже даже вот те, кто раньше ходил в длинных юбках, уже даже пожилые, у них юбки стали чуть ниже колен закрывать, то есть, понимаете, я смотрю на моих глазах, юбки поднимаются, а вы говорите, лучше становится, откуда? Нет. А спускаются. Мы сделали листовку во внешнем виде христианина. Ну, там где он, там где он. Где они лежат. Вот у вас, если вы, а безусловно, а все от учителей зависит. Я, поэтому, когда говорят, да это народ такой, нет, если вы управляете процессом, я директора сам назначаю, а если у него главный бухгалтер плохо работает, и я узнаю, я директор вызываю, говорю, слушай, убери этого человека. Она позорит, в первую очередь, меня, потому что она себя ведет так, что я так себя не веду, и я не хочу, чтобы мои люди так себя вели. То есть, я управляю процессом, я вижу, что у меня люди собрались адекватные, и мне кто не говорит, мне никто на людей не жалуется, что они неправильно ведут. Я управляю процессом, а вы почему не можете? Вы тоже так же должны. Почему-то вот в церкви, как будто считается, нет, вот там уж пусть любые кривые больные, мол, и от больницы говорят, но в больнице тоже порядок, ведь установлены. Я считаю, что те, кто постоянно ходит, такие настоящие прихожане, не должны задавать всем своим видом, даже пример, конечно, тем, кто приходит в первый раз. То есть, может быть, замечание, и, конечно, прихожан, я согласен, не надо делать, то есть, замечание должно делать священник, если делать там, что неправильно окрестить, не так одет, потому что, когда у нас прихожане делают замечания, это выходит в том, что бабушки начинают всех получать, что не так крестятся, не так смотрят, не той рукой свечку подают, то есть с пределом замечаний нет, а я согласен, что это должен быть такой вот пример, то есть ты захочешь, ты видишь, что ты не так одет, конечно, если в следующий раз ты должен уже как бы быть правильно одет, конечно, это вот основного костика, кто не постоянно ходит, они должны показаться своим видом, конечно. Ну тут очень важно, чтобы собрания были, потому что на проповеди же не будешь каждый раз говорить об одежде, например, да, это уже как бы, ну ясно, что не получится. Вот смотрите, вот у нас есть листовки, вот вы можете зайти, набрать православные листовки, там целый сайт около 80, там они простые, их можно обычному человеку на принтере печатать, можно распечатать, ну и спросить благословения у батюшек, можно раздавать, пожалуйста, там на разные темы, там как страсти, ну там разные темы, внешние виды тоже есть. Ну то есть должна быть все-таки некая жизнь, то есть должна быть задача у всех у нас общая, и у священников, и у прихожан. Вот общение, конечно, общение. А должно быть, да, вот я по этому собранию сказал. Есть проповедь, безусловно, учитель, сам вон, это в любом случае авторитет священника, у нас в церкви он никуда не делся. Хоть молодой, хоть какой священник выходит, он все-таки филологарх, людей, священник. То есть он говорит, это уже вес серьезный, а если еще собирается собрание, мы разбираем моменты, что смотрите, мы сами уже сколько ходим, а смотрите, в каком виде-то мы, какие мы христиане, в принципе. То есть, видите, это общение оно как раз очень много дает. К сожалению, вот я вам рассказал, у нас нет этого ничего, собраний никаких нет. Вот сколько было ни одного собрания прихожан, так, чтобы весь переход, вот уже три года, ни одного не было. Ни одного. Так, я вижу, что, в общем-то, все взваливается сейчас на плечи священников, и вы, как загруженные верблюды, надорветесь, в конце концов, под той ношиной, которую вас взвалили, потому что народ-то, как бы, куда-то… Я думаю, что сама система так и строится, что, ну, люди, как бы, они уводятся с арены, потому что мы мешаем, по большому счету, движению. Потому что, если сейчас нас приближать, то мы начнем ведь что-то просить, а устроено так, чтобы у нас просили, там, когда надо что-то, а в остальное время мы должны отойти и двигаться туда, куда нам показывают. Ну, мне повезло, честно говоря, у себя попал на такой приход, где как раз священник очень активно, настоятель очень активно привлекает всех активных прихожан к деятельности. И собрание есть, то есть, мы, например, беседы, объявляем, что у нас там раз в месяц в приходское собрание, то есть, собраться все священники и дьяконы, напротив, люди приглашаются и все вопросы, которые есть, мы обсуждаем. Ну, это, как бы, нормально, правильное устроение, общение, как иначе там. Поэтому не хуже, вот мы каждый занимаемся собой, ищем пути выхода из него. Но все-таки вот, Игнать Тихонович, в чем прав, что надо работать в церкви. То есть, хоть разновиклись и логаном, правильно говорить, что надо работать в церкви. То есть, ну, вот, есть, Ивановский кружок, ну, привлекательный на него молодежь, не знаю, там, объявление где-нибудь раскрыть, что у нас, вот, Ивановский кружок проходит каждый, там, такой-то день. Ну, хоть один человек, там, из класса, или, там, из института, или из школы придет, там, не знаю, как. Мы вообще из интернета, вот, тоже проповедуем, немало людей тоже привлекаем. Нет, бесспорно, ну, вот, да. Ну, главное не уводить, а приводить. Просто я, я вот увидел последнее видео, что вы прям, как будто пытались разрушить веру Дмитрия, что значит, а вот ты не сэшка, ну, значит, ты и не православный, как все мы. Ну, это прям, как расстроился, что-то. У меня здесь именно слово «протофей» еще идет. «Протофей» лежащего. Просто смотрите слово, что только слово «православный». То есть, православный – это антоним слова «еретик». То есть, православный – это тот, кто не еретик. То есть, есть еретик, а есть тот, кто не еретик. Не еретик – это православный. Правильно верящий праву, правильно славящий Бога. То есть, даже я знаю таких протестантов, которые говорят, да, я тоже православный, я не еретик. Ну, они не верят, как мы, но говорят, ну, я не еретик. То есть, я… Они, по сути, будут правы тоже. Вот, как раз мы говорим, что человеческое разделение устроили, а там дальше уже границы идут такие. Давайте. Благословляйте нас, бойцы. Электронное благословение. С Богом. Спокойной ночи. С Богом. Спокойной ночи. С Богом. Спокойной ночи. С отъект. С Богом. С양ахи. С Аллату. С corpo подглажяйте. Доброе. Сiquer. Горнен comum. Продолжение следует...